Не проходит и месяц, а чтобы в КХЛ кто-нибудь не написал новое слезное письмо в спортлото. На этот раз поклонники картофельного Динамо из Минска отметились и продолжили славный путь фанатов авангарда Салавата, Гварца и Магнитки. Опять требуют разогнать, разъяснить, обратить внимание и все такое. Ну поздравляем, полковцы гунов прибыло. Вообще давно уже пора Лиге провести ребрендинг, ведь это сейчас модно. И называться уже так, как в принципе должны называться, а именно Лигой обоссавшихся. Ведь это ближе к своей сути. Или можно обозваться Лигой лицемерных мудаков, LLM, по аналогии с лучшей Лигой мира. Шаблон правильного поведения в Лиге выглядит очень просто. Воруй, пили, кидай, наебывай, обманывай. Ну тут все понятно. А если дали пиздели, то ори погромче, ищи вокруг заговора и происки врагов, и обвиняй всех вокруг себя. Ну и можешь еще написать какие-нибудь тоже жалостливые письма, например, Путину. Только Путину, если основной акционер требует отчета расходов и средств. Глупость какая, хотят какую-то прозрачность бюджета. Как будто и так непонятно, что все деньги, выделенные на миллионный контракт к игрокам, давно уже покилены и растащены. Поэтому шли акционеров нахуй и пиши письма Путину, потому что и в Кремль. Потому что там сейчас много любителей хоккея, а они найдут тебе нового спонсора. И не забудь всех кремлевских таскать на тренировки в Литово и дарить им сетки прославленных ветеранов. Ну и, конечно же, всей командой вступить в Народный фронт и проголосовать за Единую Россию. Потому что вдруг деньги кончатся в феврале, а новый спонсор опять потребует каких-то дурацких отчетов. Помни, что селекция – это важнейший компонент твоей работы и подходить к ней надо ответственно. Поэтому пусть отвечают за подбор легионеров клубный оператор, он все равно целый день сидит на попе и смотрит телевизор. Агентов отбирай по принципу наибольшего отката и бери только их клиентов. И главное, не забывай делиться с представителями областной администрации и с представителями МВД. А то могут взять как одного товарища за жалкие 3000 рублей. А ведь он мог работать долго и счастливо на благо российского хоккея. Если у тебя в команде 15 игроков от одного агента, это ведь прекрасно. На эти деньги можно купить две квартиры в престижном районе Москвы, а за эти две квартиры тебе поспособствуют назначению генеральным менеджером сборной России. А даже в юниорах место в сборной стоит от 15 тысяч долларов. И масштаб деятельности здесь совсем иной. Здесь ездят. Сборная обосралась на чемпионате с ног до головы. Спешит на неудобные площадки, возросший уровень противников, естественно обожженный допингом канадцев. Обязательно отметь травлю со стороны неспециалистов и общественности. Ну и конечно скажи, что недостаточно сплотились. Если ты тренер, то старайся задвинуть генерального менеджера и проводи селекцию сам. Ведь у тебя тоже есть свои агенты, свои игроки, и место в составе чего-то достоит. И помни, нужно срубить бабок сейчас, потому что уволить могут в совершенно любой момент. А вся эта тактика, построение командной игры и прочая херня для дураков. Ну, игроки же профессионалы, должны сами давать результат. Тем временем все эти самые профессиональные игроки дадут уй на тренера, бегают к руководству с жалобами и требуют очередных премиальных. Дай денег, сука! А в свободное время насилуют баб и гоняют пьяными на своих упаковках. После чего им всем рассказывают, как чуть-чуть не получилось и как нам стыдно перед болельщиками. Впрочем, на болельщиков игрокам абсолютно насрать, потому что реальную угрозу представляет либо приезд Витязя, либо внезапное появление руководства команды, что, впрочем, не мешало в разные времена салавату, ска, трактору и прочим уверенно удирать от своих сонатов и трусливо прятаться. Отправили в отставку, вали всего на плохую селекцию, на подонков и фигментов и на уровень сборной Швеции, которая поставляет плохих легионеров. Обязательно упомяни, что не ты набирал команду, проводил предсезонку. И обязательно не забудь рассказать про травлю со стороны фанатов, отсутствие понимания руководства, ну и что команда строится не один день. Не дает вообще никакого результата руководство области или республики из тебя, как с генменеджера, требуют отчета. Вали всего на тренера, на игроков. Не важно, что это третий тренер за сезон, скажи, что в советское время можно было всех оштрафовать. Всех оштрафовать. А сейчас вообще нет никаких рычагов давления. Грозит их всех разогнать к чертовой матери, требующую денег. Естественно, на новых игроков и на замену тренерского штаба. А когда тебя пошлют нахуй и отправят в отставку, объявив всем, что ты уходишь из-за того, что не согласен с линией руководства. И не хочешь работать с людьми, которые ничего не понимают в хоккее. А в семейном кругу можешь поплакаться о недостроенном пятом этаже загородного дома. Главное, все всегда вали на у других. Признавшись, что ты виноват, ты лох и лузер. Таким не место в лиге. Найди внешнего врага. Судьи, происки Москвы, подонки, агенты, цепны, псорезвитези. Это те причины, которые всегда помогут объяснить твой провал. Впрочем, сам не забудь прикупить сумей. Потому что ты же знаешь, какой сбро играет у тебя в команде. Ты думаешь, ну да, их тренируют. А задачу выиграть кубок никто с тебя не снимал. Обкормил допингом своего игрока и обколол на капельницах, а он затем бац и умер. Свали все на уехавшую скорую и злобный подмосковный клуб. Обязательно много свечения, криков и истерии. А если все же выписали пожизненную дисквалификацию, то прикинься советникам губернатора по хоккею, а потом занеси денег дружкам в лиге, чтобы через год раскаяться и получить амнистию. За потерю постов устроим массовую драку между командами в гостях и свалишь все на хозяев. Будь мелочной и мстительной истеричкой. Только такие менеджеры являются эталоном в КХЛ. Всегда помни, что в любом случае виноват кто-то другой. Это основной принцип лиги. Раздали пиздлей в ответ. Срочно вспоминает слова бандитизм, прокуратура и мы собирались играть. Держи наготове телефоны бланк, готовы письма в КХЛ, Лукашенко, Путину и Деду Морозу. Фанатам посоветую написать письма в спортлото, ведь никогда не знаешь, что пригодится первому. После матча сделаешь заявление, что всю команду гостей забрали из ментовки. Опровержение дадут только утром, когда оно же будет никому не нужно. Игроки отделались от страха и попадали на лед. Не делай ошибок, не говори, что хотели вместе поставить за себя, но не получилось. Говори, что это была такая тренерская установка, не поддаваться на провокации и что такие игроки, Петр Счастливый и Алексей Бондарев это пример игроков КХЛ. Прекрасные мастера, мужчины и бойцы. Просто соперник действовал против, правил и нарушил какой-то там кодекс. Если не вспомнишь какой, говоришь, что уголовный, громко ори, что всех пересажаешь. Чем громче орать, тем больше сбежится камер. А так хочется видеть себя в телевизоре. Твоему гренадеру уже вторую игру раздают по щам в честной драке. Ори, что ты запрещал игроку драться. Он выполнял установку и не поддавался на провокации. Иначе бы всех положил. Обязательно ори про бандитизм. Это не хоккей и требуй всех дурчунов выгнать из КХЛ. Своего же стоит назвать психически больным. Не забудь упомянуть все свои бывшие клубы и назвать тамошних управлял с мудаками. Не забудь искренне удивиться, когда фанаты назовут косвеней и потребуются уебывать в Чехию. твой игрок не забудь прыгнул на игрока соперника и стал вбивать его в лед. Говорит, что хоккей это контактная игра. Здесь эмоции сложно сдерживаться на провокации. Если же команда гостей делает с твоей командой то же самое, ори про бандитизм, подокс чести и перепутали сетки. Тебе поверят. стадионное быдло закидало бутылку лед, срочно свалився на приезжую команду гостей. конечно же, ори. Пролокация, подонки, они это заслужили. Вбрось пару левых статей, целью дискредитировать тренера и противников. И не забудь позвонить в исполком партии с донесением Александр Григорович. Мы нашли нового врага и новую национальную идею. Лига простила вас и ограничивалась только штрафом. Ари про заговор Путина, Газпром, требую всех дисквалифицировать и отменить штрафы. Ведь все виноваты, все, кроме вас. А поведение Бухова быдлом на стадионе, ну, это просто национальная традиция. Так что уважайте наши традиции, вашу мать. После чего отпрайтесь перенимать опыт соревнований в Махачкалу и Грозный. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok